Тема нашего разговора – международная встреча и переговоры. Прежде всего, мои визиты. Вы знаете, что год был напряженный, особенно летний-осенний период. Мы переносили ряд визитов уже на более поздний период, откровенно говоря, зимний. Поэтому, в общем-то, определенная скучность присутствует. Африканский континент, отдельные страны мы договаривались посетить, в том числе и Гвинеи, Зимбабве и другие страны. Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и, при необходимости, визитах в африканские страны. Но все мы должны понимать, это дальняя дуга нашего сотрудничества. Но это не значит, что дальние страны с некоторыми мы имеем хорошие отношения, торгово-экономические в том числе. Это прежде всего, особенно Зимбабве и через Зимбабве на другие соседние государства. Кстати, идея, которую мы договорились, которую достигли Нангабве во время переговоров с президентом Зимбабве, что мы должны подключить Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике, я имею в виду продовольствие, продукты питания, детское питание, здравоохранение, чтобы мы могли им помочь в чем-то, передать им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции. Этот узел, дальше экваториальная Гвинея, они нас ждут, насколько я понимаю. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана дорожной карты сотрудничества с ними. Вопрос, как обстоят на сегодняшний день дела. Мы с президентом, скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда, но я хотел бы слышать, как подготовлен этот визит. Там мы договаривались о конкретной дорожной карте, плане, абсолютно конкретном плане, что мы можем сделать в этой стране. Ну и через экваториальную Гвинею, как меня просил президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь, прежде всего, в технологиях соседним государствам. Ну и поскольку все-таки в Арабских Эмиратах я буду находиться, буду вести с ними диалог, с этими главами государств, естественно, все вопросы, которые касаются Объединенных Арабских Эмиратов. Хотел бы, чтобы вы меня проинформировали о ситуации в торгово-экономическом отношении с Китайской Народной Республикой. Очень важная для нас страна, естественно. Очень много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношении с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали. Также у вас, Роман Александрович, встречи будут в Азии. Я хотел бы в этой связи услышать, как продвигаются вопросы основных наших тем с Турцией. Как здесь Министерство иностранных дел работает, насколько я информирован, турки готовы к переговорам. И в том числе к вашему визиту, Роман Александрович, в Турцию готовится и мой визит. Но прежде чем я поеду туда, желательно, чтобы пошла была подготовлена и чтобы были наработки определенных вопросов. Ну а также ряд вопросов внутреннего характера, прежде всего функционирования экономики. Но при этом хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Ну, слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительница, особенно малые города и агрогородки и деревни. Это наши люди, это не богатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников и жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех. Я это говорю, потому что в последнее время ко мне, я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства, но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение людей самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку на то, что люди есть люди. Чего-то не понравилось, настроение плохое, с помощью интернета обратились к президенту. Но дыма без огня не бывает. Поэтому я вас предупреждаю, и вас, Леонид Константинович, прежде всего, чтобы вы не только занимались там всякими безобразиями типа молочного дела, но чтобы вы видели наших крестьян. Вы, кроме всего прочего, ответственны не только за Белкопсоюз, но и за вопросы сельского хозяйства. Они также входят в ваши компетенции. Присаживайтесь. Ну и другие вопросы, которые у вас могут возникнуть, и по которым были даны поручения президента. Это Игорь Петрович Сергеенко доложит по каждому поручению, а вы ответите, как поставленные перед вами вопросы решаются.